Девушки отдыхают правителем Люциса. Девушки отдыхают. Пропавший отличается высоким ростом, светлым цветом кожи и на момент исчезновения был одет в форму. Владеющих информацией о местонахождении офицера Саперенти просим обратиться в полицию королевского города. А теперь объявление Бюро информации. Сегодня годовщина основания Королевства Люцис. Праздничный комитет подготовил ряд мероприятий в честь этого события, в том числе парад вокруг цитадели и открытие статуи Короля Основателя. Поучаствовать в празднице приглашаются все желающие. Вы прослушали сообщение Бюро информации. А вы чего ждете? Ваш друг задержался? О, нет. У меня здесь особое дело. В ночных районах погода к вечеру испортится, и ненастье прослится всю ночь. На этом выпуск новостей... Ну, вот я и вернулся. Добро пожаловать на фестиваль Основателя. Скоро начнется парадное шествие по улицам города. Сам король Рейгер собирается принять участие в празднествах. Он обойдет в процессе цитадель и статуи Короля Основателя Сомнуса. Так вот он какой. Город, который выстроил Сомнус. Выстроил на плоти и крови своих близких. Никто вокруг и не думает о войне, что бушует за их стеной. Чтобы обеспечить безопасность всех посетителей, мы просим вас следовать всем указаниям персонала. Во время фестиваля доступ средств для движения пряди районов цитадели ограничен. А все уличное движение во время парада будет прекращено. Благодарим вас за сотрудничество. Чему волноваться, когда преграда отделяет тебя от чужих страданий, да? Если сидишь за стеной, можно и не заметить, что вокруг такой большой мир. И это называется нормальная жизнь. И это статуя Короля Основателя? Видно, скульптор плохо знал модель. Ну что скажешь, сынок? Не каждый день видишь личную охрану Короля так близко. Они такие крутые! Я тоже хочу стать гвардейцем! А это значит замок короля. А теперь... Фейерверки! Будь прокляты боги и их вечные причуды. Фейерверки! 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 Девушки отдыхают У тебя усталый вид, милый. Все в порядке? Более чем. Боги даровали мне силу и цель в жизни. Избавить людей от страданий. Их воля должна быть исполнена. Не бойся, твое рвение заметит. Ты будешь храним богами. Я тоже всегда буду рядом с тобой. Мне кажется, тебя избавят от усталости две вещи. Первая – отдых. А вторая? Это я. Эра, будь со мной всегда. Эра. 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 Он живой. Прямо как в древних текстах. Кто это? Уведите. Не трогай меня. Текущий отчет. Все в порядке? Понял. Транспортируем субъекты к вам. А мы пока подготовим медицинский отряд. Как там у вас ситуация? Ничего особого. Мы как раз... Здесь отдашь ум. Отдашь ум. Верните его в камеру. Любой ценой. Эта тварь не должна покинуть остров. Хватит. Хватит же. Прекратите. Сейчас же. Не разберите. Поехали. Уважайте. 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 Вероятное умение. Хватит! 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 Какие грехи я должен страдать! Это помнил. Не я. Это он. Я не очистил. Из-за пятна тревога. Невероятно. Его мощь несравненная. Ха-ха-ха! 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 Эй! Эра! Сомнус! Прости меня, брат. Но на троне нет места для двоих. Не надо! Эра! Эра! Артем! Господин Артем, директор Бесития желает вас видеть. Нужно идти дальше. Ха, похоже, костюмчик сшит не вручную. Ну, присаживайся. Боги всемогущие, мы благодарим вас за дары, что вы подали нам. Ммм? Может, поешь? Ну что, нравится у нас? Нет. Ты годами был в отключке. Нужно время, чтобы привыкнуть. Может, я помогу тебе, пока мы обедаем? Надеюсь, вы исследовали меня с пользой? Да, ты оказался еще интереснее, чем мы ожидали. Ясно, зачем тебя изолировали. Мощь демона может скрываться в человеческом сердце. Просто потрясающе. Звездная скверна не истощает твою силу, а увеличивает ее. Твои клетки регенерируют сами по себе, и ты можешь превращать в демона в других. Я не сомневаюсь, ты... Чудовище. Нет. Я бы сказал, чудо. Не терпится раскрыть все твои тайны. Как давно я здесь нахожусь? 204 дня. Примерно 7 месяцев. А вот в Люциской тюрьме ты пробыл много дольше. Почти две тысячи лет. Было бы странно, если бы у тебя осталось ощущение времени. Ты ненавидишь их за то, что они с тобой сделали? Что это за еда? Это клонированное мясо. Клонированное? Мы разработали и вырастили соматические клетки, и с их помощью объединяем клеточные ядра с ацитами, чтобы затем... Понятно. Хватит с меня этой чуши собачьей. Что вам неинтересного? Чего ты вообще от меня хочешь? Ты же сам ответил, разве нет? Тебя избрали боги. Честно сказать, с такой силой ты сам можешь называться богом. И нам совершенно необходима эта сила. Заручившись твоей помощью, мы сможем закончить эту проклятую войну с Люцисом. Ты ведь мечтаешь отомстить королевству, что сделало тебя изгоем? Мечты остались в прошлом. Виновный в твоих страданиях мертв, но его потомки живы. Неужели в тебе совсем нет жажды мести? Мои чувства не твое дело. Пойдем. Вот он, плод моего труда. Ну, небольшая его часть. Я завидую тебе. Человеческая жизнь слишком коротка, чтобы действительно суметь познать этот мир. Давай, взгляни же. По оценкам ученых, Эос образовался приблизительно 4,5 миллиарда лет назад. Древние легенды гласят о шести богах-защитниках, взявших Эос под опеку в древнюю эпоху Сольхейм. В педстале были обнаружены окаменелости, принадлежавшие древним представителям человечества. Есть теория, что люди в Сукарпе открыли огонь еще до зарождения цивилизации Сольхейма. Согласно легенде, бог огня Ифрит одарил своей пламенной мудростью человека, что позже воссел на трон Сольхейма. Считается, что индустриальная цивилизация Сольхейма зародилась в землях Даски и Клейна. Однако, когда именно произошли рассветы и упадок цивилизации, все еще доподлинно неизвестно. Гигантский разлом, являющийся разделом между Клейном и Даской, называется Толпарским утесом. Считается, что именно здесь некогда произошла война астралов. Когда Ифрит попытался испепелить человечество, остальные боги воспротивились, и, возможно, это и погубило Сольхейму. Говорят, что Ифрит, потерпев поражение в войне, был погребен на вершине горы Раваток. После войны ледяная богиня Шива забылась глубоким сном, успокоившись в разломе Гараваса в Вальюбе. По сей день никто не знает, что случилось с богом Клинков, богомутом. Бога Земли Титана можно увидеть в самом сердце Каутесского диска в Даске, поддерживающем метеорит. Что касается бога Молнии Рам, то он, по легенде, замуровал сам себя в провале Фосио в Даске. Богиня моря Левиафан пропала во время войны. Говорят, что она ушла в пучину вод и упокоилась под городом Альтисия. Около двух тысяч лет назад боги наделили сонусы Люциса Кэллома двумя дарами. Священным камнем и кольцом. Обладая ими, он основал королевство Люцис. С тех пор прошли века и Люцис расширил свои границы, одновременно сражаясь с паразитической чумой. По состоянию на 722 год, трон занимает 112-й по счету король Морс Люцис Кэллом. Первенцем короля Морса и законным наследником престола является регис Люцис Кэллом. Ангел Гарту побережья причала Галдина является необитаемым островом, священным для людей Люциса. Древние тексты повествуют о чудовище известном как Адажиум, навеки погребенном там. Но никому пока не удалось доказать его существование. Вскоре после создания королевства Люцис, дом Флеры основал государство Тенебра. В 359 году империя начала оккупацию Тенебры, что поначалу было встречено с большой обеспокоенностью. Чтобы утихомирить протесты, империя сохранила дом Иракула в поместье Фенистала. Это было частично продиктовано политическими причинами. Дом Флеры тесно связан с династией Люциса. Протекторат Аккорда развился в процветающий союз городов на перекрестье путей морской торговли. В 606 году империя сумела одержать победу в важнейшей битве против альянса Люциса и Аккорда и аннексировала протекторат. Его жители привыкли к традициям и культуре, которые несовместимы с имперским правлением, так что империя даровала протекторату относительную автономию. Спустя столетия после основания Люциса в регионе Уэлтом набралось силу движения за воссоздание цивилизации Сольхейма. Во главе его стоял дом Альдеркапт, чьи отважные деяния привели к подъему империи Нифельхейм. Империя применила маги технологию Сольхейма в военном деле. Это новое оружие помогло империи одарить врагов и захватить Тенебру в 359 году, а Аккорда в 606 году. По состоянию на 722 год, руководимой Ядоласом Эдеркаптом, империя разрабатывает новое оружие, сочетаемое витях и демонов. Остатки древней цивилизации Сольхейма все еще можно найти в руинах Петиоса и Стреливской рощи. Несколько старинных построек также осталось в лесах древней рощи, окружающей башню Косулмарка. В данный момент в этих местах проводятся раскопки. В 501 году во время экспедиции в Ульваат имперская армия обнаружила существ, ныне известных как демоны. Здесь, в центре, мы можем видеть воинов Люциса и королей былых времен. Я многое разузнал о первом короле Люциса, но не думал, что он был вторым в очереди. Это иллюстрация к легенде о том, что избранный король рассеет тьму. Если это правда, значит ли, что Люцис однажды собирается покорить остальных? Хм. Их жалкие басни ничто по сравнению с нашей технологической мощью. Только мы можем восстановить порядок. Наверху можно увидеть Оракула собственной персоной. Род Оракула – один из старейших во всем Эосе. Он происходит от эры Мирус Флёре. Только они способны разговаривать с богами. Эта картина изображает Оракула кем-то вроде богини Света. Она могла бы стать сильным союзником, если удастся ее убедить. У границ Рамы можно увидеть Пексатеон. Тут отсутствует бог огня, предатель, который начал Великую войну древних. Возможно, дальнейшее изучение демонов поможет нам постепенно приблизиться к пониманию их божественных антагонистов. Но что, если есть способ объединить противоположности? Если я прав, жуткие создания, изображенные тут, являются демонами. Означает ли это, что они предвестники апокалипсиса? Если б только мы сумели заполучить их силу. Судьба династии Люцеса – избавить Эос от зла. Если боги на их стороне, то как их одолеть? Демоны были официально признаны новым видом существ приблизительно 200 лет назад. Однако, согласно древним текстам, люди страдали от паразитической чулы, распространяемой демонами, в течение двух тысяч лет. Демонификация вызвана мутировавшим штаммом плазмодии, который попадает в живой организм и меняет его клеточную структуру. Зараженные выделяют миазматические частицы. Их распространение зовут «звездной скверной». Это модель гипсовой слепок, сделанной с полости в форме демона, обнаруженной глубоко под землей. Демоны испаряются, когда прекращается их жизнедеятельность. Так что этот демон должно быть рассеялся после того, как застыла грязь вокруг него. Ученые считают, что он решил спрятаться под землей, пытаясь защититься от солнечного света. Поскольку демоны не выносят солнечного света, они обычно прячутся в тенях до наступления сумерек. Но Атажум, однако, иной. В отличие от своих собратьев, он вполне способен выживать при свете дня. Конечно, ультрафиолетовые лучи также губительны для него, как и для других демонов. Но его клетки регенерируют достаточно быстро, чтобы компенсировать урон. Меня будто бы ужалил луч света. Думаю, мне лучше укрыться. Атажум. Так люди Люци созовут чудовище, плененное ими две тысячи лет тому назад. Смертным не сравнится с ним силой, а его тело неуязвимо для любых атак. Неудивительно, что сам король-основатель заключил его на острове Ангелгард. Несомненно, он боялся, что чудовище будет угрожать его власти. Похоже, удача мне улыбается. Хотя люди Люци содержали Атажума под замком две тысячи лет, я все же сумел выкрасть его. Яростные ветра и бушующие волны могли сломить многих, но море раступилось предо мной в тот день и указало путь. Хотя мне только предстоит провести настоящее исследование, его боевой потенциал многообещающий. Ничто из виденного человечеством не сравнится с его силой. Я верю, это лишь начало моего успеха. Потрясающе, правда? Я полистал древние тексты и не нашел ни одного упоминания о тебе. Я едва верил в твое существование, пока сам не увидел. Мои исследования продвигаются наилучшим образом. Я благодарю тебя. Должно быть, это и чувствуют боги, когда взирают на наш мир. А здесь у нас модель имперской территории. Она включает в себя наши нынешние земли и будущее. Можешь рассмотреть. Тебе нужно увидеть кое-что. Иди за мной. Я обнаружил нечто весьма любопытное на горе Ровоток. Если мои эксперименты окажутся удачными, они помогут добыть информацию, которую ты ищешь. Нам сюда. Это же... Ифрит, он же Инферний. Вы сумели... Подчинить бога? Он крепко спал, как и гласили легенды. Так что мы решили его припрятать. Ты сможешь его превратить... Бога в демона? Угу. Сможешь обратить божество в демона, познаешь тайны, о которых обычные смертные не мечтают. Ты проникнешь в две тысячи лет его воспоминаний и сумеешь превратить его в орудие невероятной силы. Заманчивое предложение, не так ли? Подумай. Эта божественная сила поможет тебе отомстить. Откуда тебе знать, чего я хочу? Неоткуда. Но я знаю, что выбора у тебя нет. Ну что, идем? Посмотришь на плоды моих исследований. Прошу сюда. Некогда здесь властвовала древняя цивилизация Сольхейма, предшественников нашей магитехнологии. Они могли бы процветать и по сей день, если бы не навлекли на себя гнев богов. А ты хочешь воссоздать их величие? Превзойди его. Вот поэтому-то мне и нужны твои силы и возможности. Но я уверен, что магитехнологии и демоны ключи к дверям в светлое будущее. Люди Люцеса? Как? Кунми, Ада Жум здесь. Начинаем захват. Нужна поддержка отряда Нив? Прекратить переговоры до конца боя. Так вы пришли меня убить, да? Попытаться. Ты ведь хотел бы убить, но Марианна Ленина 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 Потому что я уже не ушел и довольна данная. Бумага сердца солдат, что стоят в лето яблоком. Королеву Солхину Боя 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 Боя. Показать вам. Я занималась тем, что создавал конец. Кваши! Супер. Может, еще подсыпать, чтобы полегать тебя? Кваши! Прости меня! Прости меня! Супер. Какую? Держись! Хватит! Упакуй. Держись! Она догадала, насколько сильный главный. Поплежи! Продолжение следует... 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 Эра! Нет, Эра, умоляю! Во имя Богу исполни предназначение орден и покарай меня за мои грехи! Эра! Убей меня! Вера, убей ее! Покончи с этим чудовищем, как это сделал я! Я так не могу! Я должен спасать, а не убивать! А, ты спас того несчастного, превратив его в демон! Прошу, Артин! Живи! Я не могу! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха… Ну же, отчего не исполнить просьбу лети! Ох! И снова ты не спас её Чудовище может лишь губить Неудивительно Я никогда не прощу тебя Чудовище может и не убьёт тебя Но клянусь, я уничтожу Всё созданное тобой Услышьте меня, боги Я больше не буду умолять вас о прощении Я больше не следую воле света Мой путь лежит теперь сквозь тьму и кровь Мне больше не нужны приказы Отныне я ступаю в одиночестве Вскоре демонические эксперименты Империи Принесли плоды в виде появления магитех пехоты В награду за вклад в эти исследования Орден Изуни был провозглашён Имперским Канцлером Благодаря новообретённой мощи Нифольхейм сумел нарушить равновесие сил, державшиеся более столетия И заставил Люцис уменьшить границы своего магического барьера Безвременная кончина короля Морса Привела к эпохе нового правителя Юный регис Люцис Келум взошёл на трон Тем временем Арден начал распространять Звёздную Скверну по всему миру Похищая воспоминания людей Чтоб разузнать о королевстве как можно больше Со временем Эти воспоминания слились с его собственными Превратив в тёмное подобие прежнего Ардена Пока, наконец Не пробил час его отмщения Внимание! Огромный необхознанный аркадец появился в цитаделе Существо началось с ордой славы превратить территорию вокруг цитадели в море объекта Граждане следуют срочно... Проверка связи? Эта штука работает? Приветствую вас, жители королевства Люцис Простите, что прерываю ваше празднество Но, боюсь, этот радостный день окажется для вас последним Назовём это воспоминанием Лживые короли и злобные народы обречены на гибель Кто это? Мы пока не знаем Противляйтесь, если пожелаете Но знайте, что борьба судьбой тщетна Кем бы он ни был, он явно наш враг Оставайся тут Я покончу с этим безумцем Ну, что ж, пора за работу Внимание всем, говорит ваш капитан Год красный, следуйте приказам вашим командирам И верните контроль над ситуацией А чё ты послуждаешь каждое слово? Чудеса технологии Это Кларус Мы смогли опознать существо Пока ещё нет, но мы полагаем, что это дьявол Дьявол Но как он умудряется выдерживать свет солнца? Тогда помогайте эвакуации Авангард разберётся с этим гигантом Так точно, Сар Паралевская платья почти разбита, Сар Тель всё ещё движется Ведь отряд уже в пути Держитесь до их появления Оставайся так Год так стелёд Называю поддержку Не дайте ему уйти Огончено! Вот сейчас пробил. Эй, ты фрит! Приближаешь к цели! Сэн, я не думаю, что он из наших. Тогда кто же вот такой? Какой он? Давай, не стесняйся! Сэн, мы экиптицировали гиганта. Это Инферний. Не фрит тот самый. Неужели Астрал? Да. Я знаю, что он, похоже, управляет Инфернией. Но мы не можем его обозначить. Что? Немедленно выяснить, кто он. Это классно. Кажется, тут какие-то проблемы. Что такое? Что? О чем это ты? Ты должен сейчас же найти и уничтожить устройство, поддерживающее стену. Как скажешь. Расслабься и наслаждайся шоу. Итак, где же могут быть эти распроклятые приблуды? Я отметил все места, где расположено устройство, усиливающее стену. Похоже, они размещены на крышах по всему городу. Найди их и уничтожь. С радостью. Я буду держать тебя в курсе положения дел. Ха! Покой нам только снится. Пройдусь-ка я поверху. Ха! 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 Ха-х! 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 Э-э-э! Ха! Это священное место, а все злодеи принесут наползание. Ну и ну, королевство явно тратится на оборону. Покончимся. Пора бы. Хм, интересно, однако. Похоже, они разворачивают еще одну оборону. Не оставай! Покончено! Покажи мне, чтобы спасать свою. Покажи мне, чтобы спасать. Слава всемогущей! Окончено! Один усилитель готов. Кажется, это не произвело особого эффекта. Значит, продолжай. Сэр, один из усилителей стены был уничтожен. Но почему он атакует их? Это нападение Империи? Мы не обнаружили никаких имперцев ни за стеной, ни внутри ее, сэр. Значит, они отправили его делать грязную работу. Остановить его! Сэр! Сэр! Оповящий Таат,ro Ks Это Aинь, т.е. ВЕСЁЛАТ! У-! Это лучшие люди людьми, да? Это лучшие люди, да? Давай, не стесняйся! Держись! Я поклинаюсь избивить всех, кто стверняет об освященное место. Слезо, что не принесит макаржат. Слышка медленно! Слышка медленно! Я быстрее! Слышка медленно! Уже сдаётся! Эй! Клифрит! Да будут прославлены боги! Вольно, да? Клифрит! Да? В критический момент они всегда позовут на помощь королей былых времен. Храни их боги. Если они призовут старую стену, возможно, я увижу своего дорогого брата. Пока все идет гладко! Чудесно. Я надеюсь, что ты продолжишь в том же духе. Он атакует усилители стены, сэр! Неужели он уничтожил еще один? Я размещу подкрепление вокруг усилителей. Сэр! Какой они туман, да, устроили? Ну, потанцуем! Окончено! Вольно, да? Я поклонился истребить всех, кто сохраняет это священное место. Все враги принесут на волшание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я уже в пути. Я быстрее! Больно? Да? Беги! Беги! Я не могу. Беги! Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Все усилители стены Кто же он? Мы не можем определить Но он явно очень опытный боец И похоже держит Инферния под контролем Боюсь, нужно готовиться к худшему, Ваше Величество Ну и ну, какие высокие стены С них наверняка гораздо удобнее смотреть на своих ромов Пора попросить короля об услуге Пусть призовет моего драгоценного брата Что-то не в порядке? А вы, должно быть, Его Величество Я рад с вами познакомиться Зачем вы здесь? За тобой Стража, сюда! Кто же ты такой? Что, не узнаешься, брата по королевской гроби? Ты же Адашум? Собственной персоной Собираюсь прервать династию Люциса Голову потерял Слышь, меня Адашум Клянусь, я уничтожу тебя Да ну Ах, ты встречаешь своих кровных рост Тебе конец Сберись, держи Не оставай Не плохо Ах, мне плохо Я быстрее Медленно Какая мощь Да, и как выясняется И выдается по-настоящему Слишком силен Слишком опасен Его нужно остановить Да Слушай А ты кто это сделает? Слушай Быстрее Ах Какой стыд Я ожидал больше Я ненавижу Разочаровываюсь Умри Держи Эй, сюда Пощады не будет Голову потерял Огоньте нам Слушай Ах Ты как Ветер Ты довольно потрепанный Не хуже Чем будет У тебя Когда я с тобой Покончу Оф Уж это молодежь Сколько было Существую надеялось Эй, сюда Ах 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 Нет Я не могу сдаться Он не победит Ах 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 Эта снега не падёт Ах Получай Держи Держи Все кончено Не отставай Держи Сторг Разбери Ах 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 Держи Держи Ах Ах Это всегда не падёт Ах 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 Я обещал Защитить мой народ Ах 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 Ух Ах 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 Но ведь мы только начали Ах 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 Куда ты знаешь? Я слышал, что в этих статуях покоятся души королей. Разумеется, это лишь слухи. Почему бы не призвать стену, чтобы мы могли убедиться? Как бы я хотел немного поболтать с королем-основателем. Выходи, Сомнос! Чем дольше ждешь, тем ему будет больнее. Он мед? Ну и ну. Похоже, я не рассчитал свои силы. Ну, я ведь жду. Братец. Сомнос. Сто лет тебя не видел. Не сбежи! Ты в 2000. И кто думаешь, в этом виноват? Кто назвал меня чудовищем? Отправил в изгнание? И стекла с памяти историки. Ты был за пятнами. Недостоин трон. Братец. Не отставай! Вернись во тьму, откуда ты пришел. Ха-ха-ха-ха. Но здесь весело. Что? Я смотрю перед тебя своими собственными руками. Кто такой, дорогой братец? Боишься отложить свою игрушку и показаться? День. Вот. Начинаем. Нет. Умри. Сразу закончим. Просто не лепо. Откуда у нечистивца столько мощи? Ха-ха! Не отставай! Я был прав, что изгнал тебя. Ты поистине чудовище, братец. Ха-ха-ха. Не болей, девочка. Тут только одно чудовище. Три. Эй, спада! Берей! Голову потерял! Настал конец! Эй, сюда! Умри! Бобби назвали тебя своим избранным. Люди почекали спасителя. Я не ровно силен. Не популярен. Пожалуй, вы же зависли. Пожалуй. Не смеши меня. Голову потерял! Эй, сюда! Я отчаянно пытался быть особенным. Но ничего для этого не имел. Совершенно. Если ты украл все у меня, вырвал из моих рук. Эй, сюда! Зоверись! Когда я впервые надел на себя кровное кольцо, когда я узнал своё предназначение, я понял. Нельзя в основном дело оставаться в этом мире. А грешник не имеет права восседать на троне! Ложь! Всё это только сказки и одно враньё! Умри! Эй, сюда! О, Инвертал! Даруй мне сам. Помоги мне сжечь это никчёмное племя Докла. А ты... брат. Девушки отдыхают Династия сделала все для защиты народа Я лишь исполнял предназначение Вот как Мне казалось, что благословенным был я, оказывается, ты Я не прошу тебя прощений Но ты должен попытаться понять Что? Ты смеешь просить о понимании, отняв у меня все? Молюсь О покое твоей души Молюсь 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 Побоварю тебя Уплыть себя во мной Я подогнал утренитель Клинка И я не позволю тебе стать убийцей королей Почему? Почему? Почему боги запрещают мне мстить? Потому что ты был избран для совсем иной участи Твое предназначение Распространять по всему миру тьму Тьму? Скоро Люцис получит Истинного короля Для своего народа Он станет светочем надежды И спасения от тьмы А теперь он готова достать его жертвой Бесконечной тьмой, что рассеивается светом Почему я должен страдать? Разве того, что я пережил? Мало! Когда пробудится истинный король Кто заполучит силу своих прятков Он наконец избавит тебя От бесконечных страданий И вскоре после этого Династия Люциса прервется А твоя каждой мести будет удалена Таково предопределение Так значит я не спаситель А лишь жертвенный агнец И я живу только за тем Чтобы пасть от руки Наследника этого клятого трона И это судьба? Которую боги решили мне предначертать? Истинно так Ты можешь бороться с судьбой Если решишься на это Но знай, что борьба Приведет тебя лишь к мучительному Бессмертию Во тьме Что ответишь Огару Противна мне мысль о том Что я должен служить сумеркам И стать жертвой потомка узурпатора Но если это покончит с династией Если моя месть свершится Я готов Разумный выбор Никто не в силах изменить Уготованную судьбу Теперь иди и исполни свой дом А вы двое знали об этом? Что я должен был стать просто жертвой? Знала ли ты об этом? Эра А ты, братец Скажи Ты-то знал? Ответьте мне Ответьте мне Ну же Ответьте Субтитры сделал DimaTorzok Жив ли я? Или нет Какая разница Никакой Все это Неважно Ни боги Ни короли К демонам их всех Важна лишь Моя месть Я разнесу скверну по всей планете Выманю этого короля света И убью И тогда весь мир Эос Наконец погрузится В непроглядную тьму отчаяния Навеки Домайн Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Слезай оттуда, шут Трон для короля Слезай оттуда, шут